Там его нашел, и там мы тоже ели. То есть смысл в том, что эта лапша, она называется широтаки, она делается из корней растения, которое называется аморфофалус. Переводите, кстати, будет интересно, как вы его переведете. Мы вам потом скажем, как это переводится. Из корней, из клубни этого растения перетирается в муку, из этой муки делается такая вот лапша. Естественно, придумали это все азиаты, то ли корейцы, то ли японцы. У них это очень популярная штука. Смысл в том, что там нет калорий практически вообще. 9 калорий на 100 грамм. В одной пачке в такой 200 грамм 18 калорий. Представляете сами, да? 18. Если вы возьмете... Сейчас возьмем лапшу. Лапшу какую-нибудь? Сейчас как на злом ее не найдем. Не, ну можно... Ну вот, просто макарон. Да, макарон. Берем обычные макароны, неважно какой они формы. Такой мелкий шрифт, ты видишь, сколько калорий? Тут 358 калорий. 358 калорий в 100 граммах. 358. То есть, 200 грамм 18, 100 грамм 358. Ну здесь не 100 грамм. Но если бы вы приготовили 200 грамм вот этих макарошек и 200 грамм лапши, то здесь будет 18 калорий, а здесь 700. 700 и 18. Вы прикидываете, какая разница? Это блюдо широтаки с овощами из курицы, либо широтаки с овощами индейкой. У нас есть и в Мишиной программе, и в моей программе. Кто не в курсе, у нас в марафоне две программы. Кето. Я веду. Кето ведет Миша, и сбалансированное питание веду я. Кето это про что? Просто я до сих пор читаю сообщения в Директ, типа, что такое кето? Я не знаю, как мне выбрать, в какую программу мне записаться. Кето, да, если в двух словах, это когда отсутствуют напрочь углеводы, хлеб. Хлеб мучное, сладкое, фрукты. Сладкое, да, фрукты. Да, фрукты под запретом. Но очень много мяса. Все это... Жирного, скорее всего. Все это поливается обильно маслом. То есть можно реально жирные продукты есть. Колбасы, сыры, вот это вот. Все, кто любит, лучше, конечно, идите к Мише в кето, кто без проблем может отказаться от хлеба, от мучного, от сладкого. Кто любит все, Яна, как Яна, например, я не могу на кето быть. Это вообще не моя история. Я люблю овощи, я люблю фрукты, я люблю хлеб цельнозерновой, люблю иногда десертики. Я, кстати, пробовала ее. Да, я пробовала, мне не зашло. Ох, я такая легла и говорю, мне в санаторий надо. А мне вообще идеально, просто прям моя. Вот, поэтому кто легко откажется от сладкого, тот идите к Мише в программу. Кто хочет все употреблять в норме, то идите ко мне. Я скажу сразу, есть один нюанс. На кето меньше срывов, практически не срываются люди. Если уж вошли в кето, кетос там такое состояние это называется, то люди не срываются. А те, кто себе позволяет, например, на сбалансированном питании, можно немножко там десертиков съесть каких-то, чуть-чуть, хлебушка. То есть там всего по чуть-чуть, но тем не менее, человек иногда срывается, и эти срывы достаточно частые. У меня они срываются. Срываются часто. Почему кто-то сказал, что сейчас? Я тебе говорю, я же видел статистику, что срывы, они срываются все. Любой человек, который зашел на марафон, не важно, на наш марафон, на любой другой, вот мы можем все дать, то, что касается техники, то, что касается там калькулятора калорий, рассказать как, дать спортивные упражнения, но мы не можем вас контролировать и держать за руку, чтобы вы там что-то не съели, то, что хочется съесть, потому что сила воли здесь работает только человека, который зашел на марафон. Итак, сейчас я покажу, из чего мы будем делать эту лапшу. Ингредиенты. Перец, лук. Так, видно вам, не знаю. Просвечивает. Светит очень сильно, да. Курица, масло сливочное, можно подсолнечное, можно оливковое. Вот такие вот грибы я купил, азиатские. Блин, цвет такой сильный. Да, надо, да, поменьше делаю свет. Можно шампиньоны использовать, но я решил, чтобы у нас прямо сегодня максимально был стиль азиатский. Вот они, грибы. Вот, вот, видно сейчас, да, вот такие я купил. Они называются как-то на Э. Эноки, еноки. Как еноты, только еноки. Можно шампиньоны, можно такие грибы, можно любые другие грибы. Мы сегодня используем вот эти. И, опять-таки, можете шпинат, можете любой салат, любой вообще салат зеленый туда добавить. Вот клево еще капуста пак чой называется. Буквально недавно для себя ее тоже открыл. И будет очень вкусно. С чего мы начинаем? Пока Настя кубиками нарежет курицу, вот эти широтаки, у них такой прикол, что они находятся в соусе внутри. И этот соус очень сильно пахнет рыбой. Хотя рыбы тут вообще нет. Поэтому их надо промыть. Первым делом их надо вот так вот отрезать. Вот они, видите, в таком пакетике лежат. И вот в соусе там находятся. Это называется фетучини, но здесь имеется в виду просто их форма. Сейчас я буду промывать холодной водой. Холодной водой можно промывать прямо здесь. Как тебе запашок? Не очень. Креветками пахнет. Да, да, да. Поэтому надо промывать холодной водой, ну там, пару-тройку минут. По-моему, кого-то убьют после эфира, пишут. Нет, на самом деле пишу, любят так говорить, за свою программу просто. Естественно, да. Там основные победители-то много от кето, между прочим. И результаты. Много от кето. Они как бы более быстрые, чем на балансе. Вот в чем фишка. Просто баланс, он позволяет вам ничего не менять. Просто сократить. Имеется в виду не то, что ничего не менять. Просто сократить и обратить внимание на то, что вы едите. Просто более правильно начать есть, более правильно начать питаться. И прежде всего, вот, наш главный помощник в нашем марафоне, независимо от питания, это весы. Да. Весы кухонные, на которых надо взвешивать то, что вы едите. На кето, действительно, первую неделю вы увидите результаты круче, чем на балансе. Они будут ненамного, но на килограмм-полтора больше. Потому что на кето круче сливается вода. Но в целом, по результатам... Аккуратнее с ножом. В целом, по результатам. И на кето, и на балансе хорошие результаты. Сбрасывают и там, и там, кто очень хочет, кто идет к своей фигуре. Способы разные можно выбрать. Мы предлагаем две программы. А целеустремленность, сила воли, конечно, зависит от вас. Так, ну что, пока Миша споласкивает в феттучине, мы начинаем, что, жарить, да? Ну, сейчас масло положи и пусть... Сколько ты тут грамм масла приготовил? Сколько грамм масла тут? А мы сейчас взвесим, сейчас все покажем. Давай, давай, сейчас попробую определить. Сейчас взвесим. Сейчас я скажу, сколько здесь. Здесь 30... 35 грамм. 30. 30 грамм. А, 30! Четко угадал. Но, смотрите, вот Миша может положить такой кусок масла. На балансе мы жир... Не Миша может положить, а на кето надо вот столько класть. Да, да. На кето можно и надо. Да, потому что у вас все время будет недостаток жиров. А жиров надо есть много. А на балансе такого нельзя. Максимум грамм где-то 10 мы кладем. Вот так вот. Пишут, рекламу кето... У Миши реклама круче. Просто я не нападаю, так как Миша. Я не нападал на тебя. Нападал. Давай положим, давай кето сделаем. Пусть масла будет много. Нет, давай сделаем баланс. Ты тогда есть будешь. Да. Пожалуйста. Так, что у нас еще есть? Лук. То есть кладем 10 грамм масла. Немного. Далее, что, жарим лук? Сейчас мы сразу... Сейчас пока ты раму сделала. Уведи. Просто мы его растопили. Сейчас режем лук. Мы практически все положим одновременно. Но первым делом, конечно, лук. Вот так вот нарезайте прямо кольцами лука. Здесь я полную луковицу взял. В принципе, можно 60 грамм, можно 30, ну, там, 130 грамм, как вот эта луковица. Но пол луковицы минимум надо положить. Мы сейчас готовим, напомню, одну порцию. На одного человека? На одного человека, да. Вот это вот блюдо у нас тоже есть как видеорецепт в марафоне. У нас вообще очень много блюд. Мы снимаем видеорецепты. Ну, вот примерно, как вы смотрите, только в укороченном варианте, без борьбы и обсуждения лишних моментов. Просто рецепт идет, он 2-3 минуты, как правило. Нам просто показалось, что это удобно так вот. И готовить, если что-то непонятно, посмотреть видеорецепт и по нему приготовить. Перца кладем 80 грамм. Вот две такие пластинки порезал, тонко их режем. Конечно же мы сохраним эфир. Давай побольше сделаем. Подожди, не торопитесь. Ну, на кухне я уже советую готовить одной или одному. Хозяин? Барин, это я. Или хозяйка? Барыня должна быть одна. Так, теперь грибы. Подожди, покажай. Так, смотрите. Миша положил сначала лук, потом перец. Вот так это сейчас поджигаем. Да. Пока все, ну, не поджигаем на сильный огонь. Берем грибы. Их мы чуть-чуть отрежем. Вот так. Я вообще больше... Жовки, скажем. Я больше отрезаю. Больше не надо, это уже нормально. Грибов у нас получается 68 грамм. Мы для чего взвешиваем? Расскажи, для чего мы взвешиваем. Так, смотрите. Мы взвешиваем. Это очень важно. Понимать, сколько вы едите. Я не раз stories показывала и еще раз покажу, что основной вопрос, когда люди говорят, блин, я ем мало. Почему вес стоит? На самом деле, друзья, вы едите гораздо больше, чем вы думаете. И по калориям, и по количеству, и вообще в целом в течение дня вы съедаете больше, чем вы думаете. И поэтому вес либо стоит, либо идет вверх. Чтобы... Мы гарантируем в нашем марафоне снижение веса. За счет какого фактора? Он самый главный и основной. У нас не будет никаких призрачных обещаний. Там вы ничего не будете... Грибы. Вы ничего из серии не будете делать. Просто будете лежать на диване и худеть. Такого не будет. Вам надо будет, скажем так, поработать и отнестись к этому процессу абсолютно серьезно. И самый главный момент, который мы всем говорим, и при котором мы гарантируем снижение веса в нашем марафоне, это учет ваших калорий. Чтобы учитывать ваши калории, нужно понимать, сколько вы едите. И эту привычку вы должны вести. Это очень важно. Сейчас как училка говорю, указки только не хватает. Как вести записи вот это вот? Многие не любят это делать, считать и все такое. Я тоже отношусь к этой категории, которая не любит считать. Эти калькуляторы калорий, которые есть в интернете, это полная, ой, я не знаю, я туда захожу, и через три секунды мне хочется оттуда выйти, потому что у меня взрывается мозг, у меня не получается, много лишней информации и так далее. Что мы сделали в нашем марафоне? У нас достаточно серьезный подход к этому всему. И мы создали свое приложение, мобильное приложение по подсчету калорий. Оно супер простое, оно самое простейшее и понятное в использовании. Вообще вот эта логика, не знаю, как это, просто вы вбиваете то, что вы едите, и все, никакой лишней информации у вас за день, количество калорий вам выдается. Это очень просто и нужно для понимания. Вот мы создали в своем марафоне это приложение, и оно будет доступно для наших марафончиков. У нас в этом приложении будет собственный марафон, который, где все блюда будут уже введены для удобства и уже рассчитаны под каждого человека. Это просто нереал. Нереал, такой уровень. В общем, вот такая вот история. Поэтому у нас очень важно считать, мы не обещаем вам то, что типа просто заходите, платите бабки, мы вам все сделаем. Нет, такого не будет. У нас процесс очень серьезный, надо к этому серьезно податись. Если вы хотите результатов, как у наших предыдущих участников, придется включиться в процесс. В первую неделю вы будете активно вот это все познавать, активно включаться во все процессы, понимать, да, это очень просто. Мы сделали все процессы максимально простые. А потом уже все по накатанной пойдет. Давайте быстрее. Пока Настя говорила, блюдо уже практически приготовилось. Я сначала положил лук, потом положил сверху перец, потом положил грибы вот эти. И все это начал жарить на огне приблизительно в 80% мощности. Жарится все очень быстро, как вы знаете. И это блюдо уже почти готово. Теперь мы кладем... А, еще я немножко положил острого перца чили. Ну, буквально 5 грамм. Потому что Настя, в принципе, ест острое. Теперь курицу кладем, нарезанную кубиками ранее. За это время я широтаки залил кипятком. Они сейчас стоят в кипятке. Просто из чайника заливайте их кипятком. Вот, Миша, ты в конце курицу жаришь, а я вот вначале жарю. У нас им разные рецепты. А может, когда жаришь в конце, она мягкая? Обжаренная и мягкая. Когда жаришь вначале... Может, курица мы, да? Ну, на самом деле мы не готовим друг другу. Я готовлю себе, но если готовят себе... Да что ты рассказываешь? Я целыми днями, ночами готовлю, значит, мужу своему. Нет, шучу, шучу. Я вообще не фанат готовки, я вам честно могу сказать. Дело даже не в фанатизме. Просто у меня какие-то режимы, какие-то меню. Я другое ем совсем. Вот единственное, что заходит хорошо, это вот Настя, когда готовит курицу в сливках. Вот это прям то, что надо. И, смотрите, как котлеты. Котлеты. С два моих коронных блюда. Они, кстати, тоже есть в марафоне видеорецепты. Да, еще одна фишка, что мы все, что предлагаем, это то, что мы готовим реально сами. Не где-то скачали, что-то там загрузили, а вы смотрите. Да. Мне опять пишут, что я под шофе. Я только думала об этом, друзья. Еще не успела. Ответьте, пожалуйста, 800 грамм в день кушать. Это сколько калорий, смотря чего. 800 грамм чего. Вот если шаратаки 800 грамм, то это ничего вообще. А если 800 грамм, ну, например, там тортиков, пирожков, либо там мучного, то это много. Или с 800 грамм шоколада. В шоколаде 550 калорий, по-моему. Точти 600. Да. Ну, сами-то немножко. Задавайте свои вопросы, друзья. Мы поотвечаем. Что теперь дальше? Когда практически готова курица, грибочки, перец и лук, вот они уже, блин, как вкусно пахнут, соевый соус добавляем прямо, прямо, ну, грамм вот 20, не больше. Я не солил, не перчил, потому что перец острый я уже положил сюда, а соль не нужна, потому что соевый соус, он соленый. Да. Продолжаем жарить. Вот тут Миша использовал тут азиатские грибы. Можно обычные шампиньончики. Из чего сделана лапша? Миша уже сказал из-за чего там? Аморфофаус. Растение из членов. Переводится вялый член. Это растение, оно так выглядит. Если вы посмотрите, шаратаки, клубни, коньяку, вон, что называется. Вы поняли, да, что мы готовим в воскресенье вечером? Не для этого. Дальше капусточка или любой салат. На шпинат похоже, но это капуста пак чой называется. Я их кладу, ну, вот так. Кстати, мы просто потом не увидим, потому что сразу смотрим. Да, ну да. А то инстаграм не сохраняет их. А есть ли фунчозы вместо шаратаки? Можно, фунчозы офигенно вкусные. У фунчозы та же самая фишка, что и у шаратаки, как и у многоазиатской лапши. Она сама по себе безвкусная. Задача любой практически азиатской лапши, это впитать в себя все соусы, которые получаются в результате готовки. Она впитывает в себя. Вот в шаратаки то же самое делает. И фунчозы это же делает. Поэтому если... Посмотрите, что сейчас будет. Так, а на чем жарите? На сливочном масле. У нас вообще нет такого, что мы типа все жарим без масла, все варим, варим. У меня тоже, у меня все блюда... Ну, многие блюда там надо жарить. И мы... Ну, сливочное... Сливочное тоже вроде в котлетках используем. Оливковое, растительное, все жарим, все нормально. То есть такого жесткого... Ну, вы поняли, кто готовит, да? Чего? Кто ест, а кто готовит. Вот смотрите, огромная гора зелени во что превратилась, моментально, аккуратно. Вот, ее почти нет. И теперь закладываем в шаратаки. Сигнал, Миш, что делать-то? Ничего уже нет. Нам надо сайфайом, что ты делаешь? Ты не переключилась на фай. Да, переключилась. Вот как выглядят шаратаки, смотрите. Дальше. Вот это последний аккорд. Высыпаем сюда. Вот это 200 грамм. На самом деле их не 200, их 200 вместе с водой, с жидкостью. Без воды их меньше гораздо. Там грамм 100 получается. Вот они как выглядят. И теперь на медленном огне... Ну, сколько у нас получится? На восьмерочке. Мы вот так вот просто их... Ну, вот так вот. Я их просто перемешиваю, чтобы они впитали в себя. Миша, сколько можно скинуть за неделю на кето? Сколько? Что еще раз? За неделю можно скинуть на кето. Ну, у нас самые вот результаты, которые вы видели, там это 10... А, за неделю? За неделю. Ну, килограмма 3 можно слить. Но я не просто так сказал слово слить. Потому что, когда вы отказываетесь от углеводов, у вас сразу начинается потеря веса за счет потери жидкости из организма. Один грамм углевода удерживает 4 грамма воды. Поэтому, если вы отказались от 100 граммов, например, всего лишь на 100 грамм стали есть меньше углеводов. У вас сразу пол-литра уйдет почти что. А так как там надо отказываться на кето большего количества углеводов практически от всех. То есть, у вас потери за день будет 500, там, килограмм. Но я всегда говорю, это называется головокружение от успехов, что не надо обольщаться и думать, что о, у меня сегодня 500 ушло, завтра 500 ушло. Сейчас так и до конца марафона у меня по 500 будет ходить. Нет, это только первая неделя. Дальше начинается процесс замедляться потихонечку, потихонечку. И начинается сам процесс жиросжигания, когда жир уже начинает гореть. А жир разгореть не может в человеке больше, чем, там, по-моему, 200 грамм. У мужчины 250, у женщин 100-150. Чтобы вы понимали, ну, знаете, да, марафонцев бег, как вот они бегут, марафон, 42 километра. Так вот, марафонец сжигает за 42 километра меньше 2000 калорий. По-моему, где-то так. 2000 всего он сжигает. Вы представляете, какая нагрузка? 2000. Поэтому потерять килограмм, а в килограмме жира 9000 калорий за сутки, ну, просто физически невозможно. Сейчас я включу. Поэтому те, кто пишет про чудодейственные таблетки, про то, как вес там 10 килограмм уйдет за два дня, там, грубо говоря, это все либо жулики, либо люди, которые вообще не врубаются, что говорят. И опять-таки, у нас главный показатель, вот у меня в частности тоже, весы, само собой, мы вставим на весы, смотрим. Но главный показатель это талия. Сантиметр, ваша одежда. Когда вы, некоторые у нас даже набирают вес, при этом худеют в талии. Вот такой вот прикол есть этот. Когда вы занимаетесь спортом, у вас начинают расти мышцы, нарастают. А они тяжелее жира. Жир уходит, мышцы растут. Вы встаете на весу, на весы у вас раз плюс 300 грамм, плюс 400. А в талии уменьшилось. Вот такие вот истории. Подвините, пожалуйста. Чего ты меня выталкиваешь? Читай там вопрос. Уже готово. Подскажите, как правильно рассчитать БЖУ во всех источниках по-разному. Худея, но бока и живот так и остаются. Наверное, неправильно рассчитала БЖУ, а конкретно жиры. Вот как раз таки в нашей программе, которую мы специально создали под марафон, там будет расчет БЖУ. При этом расчете БЖУ вы гарантированно сбрасываете вес. Эта программа, эта формула специально рассчитана для наших марафонцев. Она работает прям на тысячу процентов. Сейчас Миша как раз таки покажет программу, как она выглядит. Вот мой профиль. Ну иконку покажи. Сейчас, подожди, блин, опять тут все белое, ничего не видно. Не знаю, как показать. Ну давай я нажму на экран, ты покажи. Ну давай мы не будем пока саму программу показывать, как она выглядит. Ну да. Я просто скажу принцип. Ну да, пока она дорабатывается сейчас. Не, она уже работает, просто принцип, смотрите какой, да. Ну не видно здесь вообще. Вообще не видно, да. Пересвет такой идет дикий. Вот она, эта программа, да. И она вам автоматически рассчитывает. Вот вы выбираете китание. Я выбрал кето, видите. Ну ладно, я сейчас расскажу. Да. То есть, как и в любой другой программе, есть формулы, по которым рассчитывается ваша норма калорий, которые вы тратите в день. Это называется базовый обмен веществ. Это когда вы лежите на диване, у вас ничего не беспокоит в комфортной температуре, вы ничего не делаете, сутки вот так лежите. И сколько энергии истратит ваш организм для просто поддержания жизнедеятельности вашего же организма в течение суток. То есть, вы не делаете никаких активностей. Вот. Это и есть базовый обмен веществ. Наша программа рассчитывает этот базовый обмен веществ. Дальше отнимается от него 25%. И это гарантия того, что если вы будете съедать меньше, вы просто худеете. Но это 100% будет так, если вы это соблюдаете. Если вы допускаете какую-то физическую активность большую, или если там вы на ГВ, то, конечно, калораж тогда надо увеличивать. Вручную это можно сделать. И дальше вы просто соблюдаете эту норму. Вам рассчитываются блюда, исходя из этого. И ничего даже париться не надо. Вы просто смотрите, вписывайтесь вы или нет, вписывайтесь или нет. Единственное, что надо все время использовать весы для того, чтобы знать, что вы съели. Даже кофе надо записывать. Ну, капучино я имею в виду. Чай, воду, кофе без каких-то добавок. Не надо добавлять в программу. Вот у нас блюдо. Оно уже готово. Готово оно уже давно. Вот такое блюдо получилось. По большому счету, это блюдо такое на двоих. Да, хотя, ну, мы готовим, ну, как и на одного. То есть я, например, один это съем. И это будет меньше 500 калорий вот это вот все. А углеводов здесь почти не будет. Так, сейчас мы поотвечаем на ваши вопросы. Давай, нас отвечаем на вопросы. И пока что блюдо пусть стоит здесь. Освобождаю от вас место, любимая. У меня так после шашней тренировки, что в молитву еще не могу уходить. Даже на массаж стоя не сходила. Вес 54, хочу скинуть 4. Вполне реально за наш марафон. Мы так гармонично смотримся. Спасибо, дорогие. Кстати, у нас марафон, он на самом деле даже не столько про... Не только, точнее, про похудение. Так, Настя, подвинься. Не только про похудение. Многие западают на рецепты, которые мы показываем. Потому что они реально очень вкусные. Мы сами ими пользуемся. И все просят, дайте еще рецептов, дайте еще рецептов. То есть, многие приходят, чтобы просто рецептики посмотреть. Но рецепты действительно вкусные. То, что мы сами через себя... Простые. Да. Да, кстати, вот такой принцип, что не надо долго готовить. Вы видели, сколько я готовил? Ну, 5-7 и все. А чаще это салат какой-нибудь с моцареллой или салат с буратой. Миш, скажите, пожалуйста, я вешу дохера. Мне к кому лучше пойти? К Насте на ПП или к вам на Кета? Опять-таки, мы всегда отвечаем на такие вопросы. Что вы любите? Если вы любите все, вам тяжело отказаться. От сладкого вы не можете. Просто это часть вашей жизни. Если вы любите и хлеб, и все такое, то лучше, конечно же, ко мне. Если вы без проблем можете отказаться от сладкого, потому что у Миши вообще не ждет сладкое хлеб, то лучше идите к Миша, потому что там насыщенные блюда, вкусные тоже. И самое главное еще есть такая фишка, что есть не хочется совсем. Ну, в этом смысле, да. У меня еда всего 2 приема пищи в сутки. Все, никаких перекусов. У меня 3 и еще есть перекус. У меня это сделано потому, что блюда, которые мы едим, они очень жирные. Сейчас я коротко расскажу, что такое Кета. Знаете, еще с советских времен были такие автомобили, которые ездили и на бензине, и на газу. То есть в багажник такой баллон ставили газа, там такой стоял краник, и человек мог переключить. Очень вкусно. Мог переключить, допустим, едет-едет на бензине, ну и решил, бензин закончился, да, он переключил на газ и поехал на газу. Вот Кето, Кетос само состояние, если официально правильно называется, это то же самое. Вы сейчас, все мы с вами, в большинстве случаев, едим много углеводов с детства, из поколения в поколение. То есть у нас углеводы являются энергией. А здесь вы от них отказываетесь. А энергия от организма нужна. Что делать? И он начинает расщеплять жиры. То есть переключается, как вот с бензина на газ, точно так же организм переключается с углеводов на жир. Он начинает расщеплять жир. В результате в организме появляются кетоны, что по-немецки акетон звучит. Отсюда и слово ацетон. Поэтому люди, которые проходят в Кетос, входят часто вот запах кетона, или от тела даже, или вкус такой вот во рту железа. Это вот неотъемлемый атрибут. Но по нашим опросам это нечасто. Это не у многих вообще, у 20% людей. И вот смысл Кето именно в том, что организм переключился с углеводов на жиры. Все. Вот этот процесс называется кетоза. Кетоз. Минус кетодиеты в том, что надо все время подсчитывать, сколько вы съели углеводов. Углеводов надо есть очень мало. Девушкам это, как правило, 30 грамм углеводов в день. Наша программа все это рассчитывает, все это показывает. Но что такое 30 грамм в день? Это просто, ну, там, в молоке, например, в 100 граммах уже есть 5 углеводов. В 100 граммах молока. В шоколадке она вообще исключается, потому что там сразу вы вылетаете. Ну, в общем, вот так. Вот это вот блюдо. Посмотрите, огромная тарелка, просто лапши, которую вы спокойно можете есть вечером. Она нереально вкусная получилась. Я сейчас немного попробовала. Просто вот. И невзирая на то, что я положил туда все масло, все это... Сколько тут калорий, ты помнишь? Я помню точно, потому что здесь менее 500 калорий. Менее 500. И посмотрите, какая тарелка. И эти калории все очень вкусные и полезные, потому что здесь, опять-таки, нет углеводов вообще, кроме овощей. Ну, давай ты ешь. Давай с ней. Ты больника, тебе нельзя. Вон, я футболку и принесла. Сейчас дам тебе тоже. Горячий немного. Сормально? Я тебе покажу чуть-чуть, Мира. Чуть-чуть. Мира все время в голову ходит, поэтому... В трусах подняет. Поэтому мы ее не показываем. Давай ей дадим. Грибы-то вкусные, между прочим. Ну, все. У нас еще все блюда... Я с вами прощаюсь, а Настя закончится. Сейчас я пока буду закончить. Мне же это съесть. Все блюда... Что еще? Прикольно. Тоже на всю семью. То есть, то, что мы готовим, и Миша... Ой, Мира у нас спокойно ест. Теперь уже даже Маша иногда ест. Варя даже вот тут орет. И Варя и ест уже, да. Так. Привет из Нур-Султана. Всем привет. Дорогая лапша, сколько она стоит? Дорогая лапша. 150 рублей за так. 150 рублей стоит. Вы что? Я уж не знаю, что тогда недорого. Это что, 3 копейки? Такого не бывает. Ну, надо. Так. Миша, Настя, будет марафон по набору веса? Нет, не будет. Это не проблема. Спасибо, дорогие. Но программа позволяет это делать. А, да. Там есть функция. Есть функция у нас в этой программе. Варя Миша говорит, если хотите набрать, вы можете такую цель поставить себе. И есть столько, сколько нужно, чтобы набрать. Настя, чего вы такая пьяная? Надо будет пересмотреть эфир. Реально, что ли, такое ощущение? Мне с тобой интересно. Настя пьяная ужасно просто. Я даже спать, поэтому я переставлю. Так. Нет, дорогие. Тут уже идут споры, что я пьяная. Представляешь, Миша? Сейчас я лампу отпущу. Блин, не опускается. Так, ну всё. Давай посмотри вопросы-то, а то мы потом не увидим. Ну, и тут спрашивают, есть ли у тебя ещё дети. Вот такие вопросы. Это у меня нет. Купила ваш курс, и мне не пришли никакие ссылки. Где брать рецепты, непонятно. Смотрите, наш марафон начинается 1 сентября. Продажи мы закроем на следующей неделе, в пятницу, по-моему. Прикинь, должно было уже письмо, если купить. Да, вы, когда покупаете курс, вам приходит на почту письмо с ссылкой на закрытую группу Телеграм. Пока там вы получаете информацию о том, ну, приветственное наше сообщение о том, как определиться кето вам или баланс. Да, ну, мы там присылаем вам информацию интересную, различную совершенно, перед марафоном, чтобы вы уже, ну, такие прокачанные были к марафонам. Вот, если вы не получили ссылку на почту, то обязательно проверьте свой спам. Если в спаме нет, то пишите, Камиля, у нас на сайте, по-моему, есть ее контакт. Посмотрите. Блин, хочу к вам, но боюсь не сильно считать калории сизина. Так. Кто сегодня посуду моет? Посудомойка. Кстати, для чего еще? Давай я снова вернусь в кадр. А я пойду поем ночью. Да. Я снова возвращаюсь в кадр и хочу вам рассказать, для чем вообще нужен подсчет калорий. Он нужен не только для того, чтобы вы сами знали, что вы едите и четко вписывались в эти нормы, но и для того, чтобы мы отвечаем непосредственно всем участникам марафона сами. Да, да, мы это делаем и пока что справляемся, во всяком случае. И для того, чтобы быстро отвечать, нам надо знать. Например, человек пишет, у меня вес стоит на месте. Мы сразу, пожалуйста, пришлите скрин из нашей программы, что вы ели за последнюю неделю. И если человек ведет эти записи, то мы сразу видим, то есть буквально там надо несколько секунд, чтобы понять, где человек перебирает, что он делает неправильно, и чтобы дать консультацию. А если просто это вот какие-то общие фразы, ну, больше двигайтесь, там, меньше ешьте, они вообще ни о чем. Надо брать конкретно человека и смотреть, что у него именно, в чем заключается его проблема. Чаще всего это либо человек не учитывает какие-то моменты, ну, например, ест больше, но записывает не все. Или считает, что там какие-то вещи можно не записывать. Ну, там, конфетку съел, там, еще что-то там, кофейку выпил, а это все надо записывать. Ну, вот такие вот вещи. Так, сейчас я поотвечаю тоже. Настя, это ваша квартира? Настя спрашивает, это ваша квартира? Это не квартира. Те написали, что тебя любят. Так, сохраним эфир. Так, здесь вопросы про импланты, я тоже вам ничего не отвечу. 55 рублей 500 грамм. Так, это бы, наверное, про Широтаки. Да, Широтаки в среднем один пакет стоит вот порядка 150 рублей. На Яндексе вот мы заказываем. На Яндексе можно заказать, на Озоне можно заказать. А сейчас много где есть. Вот, допустим, в нашем марафоне мы всегда напоминаем, что лучше раньше все время это заказывайте, потому что в маленьких городах, допустим, долго может идти. Там, 4 дня и неделю даже. У кого-то 2 недели. 150 рублей это 2 килограмма гречки, между делом. Ну, можно на гречке, конечно, сидеть, но можно воду только пить, тогда вообще дешево очень будет. Так, Настя, тут много. Так как это твой инстаграм, вопросы чаще тебе про Блефора, про Салам из Баку. Пропустила, а что за лапша? Лапша называется Широтаки. Как записаться на набор веса? На набор веса не надо записываться. Просто скачайте нашу программу, выставите там режим набора веса и вам меню загрузится. Про программу мы расскажем чуть позже. Она уже будет готова где-то дней через 5. Она уже сейчас готова. Просто мы делаем такой апгрейд, куда заносим все блюда с марафона, которые будут в этой программе и будут индивидуально рассчитываться под вас. Ну все, давай. На этом я действительно с вами прощаюсь. Пока-пока. Настя, передаю тебе эстафету. Миш, можешь лампу опустить вниз, чтобы я красивее была? Ты так красивая. Без лампы даже. Нет, вниз просто, чтобы она на меня светила. Да. Поотвечай там на вопрос. Такой у меня рост веса. У меня метр семьдесят два с утра, метр семьдесят вечером. У меня два сантиметра. Мы так плаваем на самом деле, каждый человек. Вес пятьдесят один с половиной у меня сейчас. А я нормально найду каману. Если письмо не пришло вам, то я выложу... Так, сегодня контакт нашей помощницы. Она вас проконсультирует, хорошо? Либо на сайте посмотрите, он должен быть там тоже. Ты, кстати, ссылку про марафон скажи, что в профиле. А? У нас ссылка на марафон. Что, ссылка на? А, да, ссылка у меня на марафон в профиле. Вы довольны блефор? Ладно, сегодня на один вопрос отвечу, который не касается марафона. Ну, конечно же, ну, посмотрите, как классно. Ничего не свисает на глазах. И у меня лоб полностью расслаблен. Конечно же, я довольна. Миша, скажите, на кето сахар вообще нельзя? С утра кофе не могу без него. Можно, да? Сахар нельзя, можно заменить. А, можно сахар заменить. Да. Наша задача не в том, чтобы сахара не было, чтобы углеводов не было. Это что, консоль или перец? Это что, консоль? Я уже купила марафон в предвкушении. Ждем, ждем, ждем мы тоже в предвкушении. Мы сами обожаем, когда начинается марафон. Все такие заряженные, мы заряженные. Вообще такая энергия крутая начинается. Вообще супер. Когда последний прием пищи, имеет ли значение? Конечно же, имеет значение, когда последний прием пищи. Не позже 7-8. У нас правила в марафоне. У меня на балансе точно. Не позже 7-8. Потише, пожалуйста. Во-первых, вам будет легче. У вас будет сон крепче. Вам будет на следующий день легче вставать. Ну и вообще завтрак будет вкуснее. Ну и процесс пойдет быстрее. Ну наедаться на ночь, это ничего в этом хорошего нет. Хочу быть такой же встроенной, как это. Все возможно, все возможно. Главное действовать. Я всегда говорю. Хотеть мало. Вот чем отличается успешный человек от неуспешного человека? От тем, что он хочет и делает. Просто хотеть, знаете, это очень просто. А хотеть и делать, это уже другой уровень. Там и сила воли нужна, и целеустремленность, и желание быть, а не казаться. Что за черточка у меня на губе? Герпес. Это герпес. Уже проходит. Что такое у меня? Бухать можно на марафоне? Лучше не стоит. Потому что, во-первых, там калорий много в алкоголе. Даже углеводов, если нет, в вине, да? Там достаточно много. В бутылке 500 калорий. Во-вторых, как правило, когда мы выпиваем, и рот у нас развязывается, что-то мы досъедаем. Но мы не рекомендуем. У нас будет психолог, такой специальный курс, получается, от психолога. Он будет рассказывать, как преодолеть любовь к сладкому, изменить привычки. Будет помогать психологически, когда именно будут происходить пики. Обычно происходят пики у людей, когда хочется бросить всё, сорваться и так далее. И также будет кнопочка такая «Написать нутрициологу». Написать нам. Мы сами будем отвечать на вопросы. И написать нутрициологу. Если там у вас какие-то особенности по здоровью, например, да, какие-то там, не дай бог, болезни или ещё что-то, да, вы будете уже лично с ним консультироваться. Ну, такой уже профессионал в своём деле. А курить можно? Ну, знаете, ваше здоровье, конечно, но лучше это дело бросать. А так можно. Всё в ваших руках. Вообще всё можно на самом-то деле. Но только какие будут последствия и результаты, это уже ваша ответственность. Так. Ну что. Всё. Спасибо вам за эфир. Эфир сохраняю. Может, что-то плачет уже. Надо бежать. Всех целую, всех люблю. Надеюсь, у вас получится вкусно.